Цена чистоты. Телерепортаж с таким названием в начале этого месяца уже появлялся на Щелковском телевидении. Речь в нем шла о том, что на улице Широкое в Щелкове проходило собрание жителей по вопросу заключения договоров на вывоз мусора. Тогда и, как мы знаем, в последующие дни представители муниципального предприятия «Городской сервис» встречались с жителями и других улиц, чтобы проинформировать их о том, как будет выполняться вывоз мусора. Главное, необходимо согласие владельцев частных домов на заключение договоров. А от этого зависит, будет ли в городе чисто. Продолжение этой истории наша съемочная группа увидела и на этой неделе. На улице Урожайное в Щелкове, где, несмотря на неоднократные обращения со стороны и администрации района, и со стороны горсервиса, до сих пор не было подписано ни одного договора на вывоз мусора, приехали представители отдела по благоустройству. По существующему законодательству отсутствие договорных отношений на вывоз мусора и, соответственно, засорение бытовыми отходами окружающего пространства определяется, как административное нарушение подпадает под штрафы. Для жителей это 5000 рублей. Но сотрудники районной администрации и муниципального предприятия, которое занимается этой проблемой, очень хотели бы, чтобы штрафовать никого не приходилось. Поэтому и будут вестись и дальше такие беседы, чтобы убедить жителей, бесплатно содержать город в чистоте и в порядке невозможно. Я представитель администрации Щелковского муниципального района. Мы организовывали уже сходы по вопросу заключения договоров на вывоз мусора. Будьте добры, скажите, вот вы в этом домовладении частном живете, у вас есть договор на вывоз мусора? Но был с Экоградом. С Экоградом был. И он перестал вам осуществлять услуги. Знаете, мы хотели еще раз довести, потому что не знаем, были ли вы на сходе, что у нас штрафы усилились по законодательству. И с частного лица 5000 рублей в случае, если нет договора на вывоз мусора. С мусоровывозящей компанией можно заключить договор и на установку контейнерной площадки. Если удобно, на несколько домов. Важно только, чтобы весь собираемый на этой площадке мусор был учтен в договорах. И, соответственно, не получалось, что кто-то пользуется контейнером бесплатно. Фактически за счет своих соседей. Можно же вывозить мусор. Приезжает контейнер ввоз и вывозит мусор. Чем это отличается? Секундочку, вопрос возникает сразу же. Он у вас как вывозит и как приедет? У вас есть договор, на основании чего вы платите деньги? По-моему, мы где-то платили, вот около Воронкайской конторы. Вот если у вас есть договор, согласно которому вы платите деньги и он вывозит, к вам вопросов вообще никаких не возникает. Как нам рассказали в Щелковском отделе Госадмотехнадзора, первые штрафы за отсутствие договоров на вывоз мусора уже выписаны. Пока что это коснулось владельцев двух домовладений в Загорянке, проживающих на улицах Горького и Дзержинского. Сотрудники администрации намерены основным методом решения мусорной проблемы все-таки сделать не штрафы, а убеждения. Но все сроки уже вышли. Нам в редакцию прислали несколько фотографий. Посмотрите, как выглядит наглядно вот эта юридическая коллизия, отсутствие договоров на вывоз мусора. Согласитесь, больше ждать невозможно. Андрей Циханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания Щелково.